Сегодня в ЖК «Снегирека» и готова показать вам один из наших полностью завершенных объектов, который мы уже сдали заказчику, и сейчас я буду показывать и рассказывать. Здесь есть все, вплоть до стаканов, тарелок, поэтому вы увидите полностью готовый наш интерьер. Я нахожусь в прихожей, она решена у нас в единой стилистике со всей остальной квартирой. Концептуально это латунь и зеркала, дубовые шпанированные панели. Вот такая вот очень интересная матовая плитка. Кстати, обратите внимание, обычно мы все-таки снимаем обзоры, и все наши интерьеры – это глянец, это мрамор, это где-то фьюжин, ордеком. Здесь совсем другая история. Интерьер очень сдержанный, очень минималистичный по своим оттенкам, хозяин квартиры мужчина, и поэтому в целом, я думаю, это сказалось на том, что вы сегодня увидите. В прихожей у нас много зеркал, у нас целая зеркальная стена и вот такая вот скрытая зеркальная дверь, которая ведет в гардеробную для верхней одежды. Внутри самой гардеробной дверь тоже зеркальная, можно посмотреть в зеркало. И здесь очень красивая вот такая вот отделка дубового цвета, полки с подсветкой. И что мне очень нравится, полностью все металлические профили выполнены в отделке шампань. Они очень хорошо гармонируются интерьером квартиры и достаточно так сдержанно, лаконично выглядят. Из небольшой, но очень функциональной прихожей по коридору мы будем попадать уже в общий блок квартиры, но на пути еще пару интересных элементов. Вот здесь такая скрытая дверь. Я уже про нее рассказывала, это называется система Magic, это раздвижная дверь. Она, сейчас объясню, почему Magic, смотрим наверх. Я буду заедать в полотно, но никакой направляющей вы не увидите. То есть просто проем, просто покраска. И полотно покрашено такой же декоративной штукатуркой под металл, под латунь, как и вся стена. Это у нас технический шкаф. Здесь мы скрыли, собственно, стиральную и сушильную машины и пару полок для хранения. Такая небольшая прачечная, которая не порчит интерьер, полностью все у нас скрыто. Противоположная стена отделана молдингами, покрашена лаконично, таким очень легким молочным оттенком. Он будет встречаться и дальше в общей зоне. И здесь у нас скрытая дверь, которая ведет в санузел. Санузел у нас выполнен в мраморе как раз, но достаточно сдержанном и лаконичном. Кстати, двери, они у нас не под покраску. У нас была зеркальная дверь, которую я уже показывала. Остальные двери выполнены в матовом белом стекле. Заходим в санузел, большой, достаточно полноценный. Здесь есть и ванна итальянская с системой джакузи. Кстати, очень интересно. Это непривычные форсунки. А вот такая вот лаконичная щель по периметру, подсветка, пузырьки. В общем, можно расслабиться. Полноценная горшевая кабина. Достаточно просторная, с разбежной дверью. Скрытые смесители. Напротив входа у нас тумба с зеркалом, с подсветкой. Вообще, самое лучшее решение при планировании санузла, если это получается, ставить напротив двери как раз зону раковин. Потому что это самое парадное место в санузле. И гораздо приятнее, когда ты открываешь дверь, заходишь, видеть красивое зеркало, красивую тумбу, нежели чем, допустим, заходить на унитаз. И сбоку от двери у нас унитаз, гигиенический душ. Здесь скрыта инсталляция. Мы оставили вот такую декоративную нишу. И стеклянная кнопка инсталляции тоже в цвет отдела. Интерьер по желаниям заказчика изначально был рассчитан на одного-двух взрослых людей. Поэтому у нас основная часть, отдана под общую зону, это кухня-гостиная и присоединенный еще кабинет. Я покажу и расскажу о нем тоже чуть позже. А сейчас я нахожусь в кухне. Поскольку кухня в гостиной, то делать ее такой, скажем, традиционной прямо не очень хотелось. Поэтому она полностью спрятана в нишу. И я вам уже говорила, что у нас стены покрашены смолтингами. Также у нас и такая же лаконичная филенка идет на самих фасадах. Цвет фасадов и цвет стен практически линдичен. То есть подобран очень близкий тон. За счет этого кухня скрыта. Она не смотрится громоздкой в рамках этого помещения, а смотрится очень лаконично. Конечно же добавили дерево. Шпон дерева на верхних фасадах. У нас дерево во всем интерьере присутствует. Добавляет такой традиционности и все-таки теплоты даже минималистичному интерьеру. На кухне у нас все белое. У нас белая техника, вы видите белую встраиваемую панель индукционную, варочную. Белый компактный духовой шкаф, который совмещен со СВЧ. И белую кофемашину. Белый рак, иногда же вы купили почти белую кремовую технику малую, бытовую. В общем, все так достаточно легко сочетается и выглядит лаконично. Кухня функциональная. Две симметричных колонны. Здесь у нас холодильник и морозильная камера. Здесь основная рабочая поверхность. Естественно, бойка. Естественно, там у нас мусорное ведро. Полноценная встраиваемая посудомоечная машина. Ширевой 60. И здесь у нас удобная такая система хранения. То есть визуально мы хотели сохранить единое членение фасадов. 60-60 см не делить, не дробить на ящики. Но, как вы понимаете, кухня без ящиков это невозможно. Потому что полки не так удобны в хранении. Так вот, здесь эта проблема решена. У нас скрытые ящики. То есть и под приборы, и дополнительно под кастрюли, под сковородки. Вот здесь уже много всего заполнено. Очень удобно. Конечно же, сушка. Куда без нее. Здесь наверху посуда. Обратите внимание, очень здоровская посуда. Заказали под мрамор. Она идеально вписывается в этот интерьер. И здесь сушка. И с противоположной стороны такая же симметричная колонна, как я уже сказала, с двумя предметами бытовой техники. Ну и здесь уже полчей для хранения. Мы решили отказаться от традиционных столов. У нас здесь остров. Но он не является дополнительной рабочей поверхностью. Потому что, как видите, он ниже кухни. То есть это именно стол. Красивая, очень такая деревянная, шпанированная, массивная столешница. Четыре посадочных места. Но мы решили, что без зоны хранения лишнего не бывает. Поэтому нижняя часть острова, она выполнена из тех же баз, что и кухня. Идентичные фасады. И там полностью все открывается. И там, в принципе, можно спрятать достаточно большой объем кухни. Внутри, а может быть, или даже чего-то, что не так часто используется. И здесь у нас нависание кухни-столешницы. Но тоже хотелось такой легкости. Не хотелось добавлять какие-то ножки дополнительные. Поэтому давайте заглянем под стол. У нас там стеклянная опора. Она не мешает сидеть. И выглядит достаточно лаконично. Над островом у нас испанский светильник. Латунный, со стеклянными шарами. Дополняет тоже немножко уюта в наш минималистичный интерьер. И к острову примыкает вот такой вот диван. Диван, скажу сразу, честно говоря, изначально на визуализации была несколько другая модель. Но этот диван с электроприводом. Здесь есть возможность регулировки наклона, спинки, сиденья. Это уже было пожеланием заказчика. Поэтому в процессе заказа мы сохранили цветовую гамму. Но саму модель поменяли на более функциональную именно для хозяина квартиры. За моей спиной как раз кабинет, о котором я говорила. Но пока не будем о нем дальше. Чуть позже. Здесь только обратите внимание, что с одной стороны двери стеклянные, с другой стороны не зеркальные, с третьей бронзовые. В общем, за ними пока ничего не видно. Но это временно. Журнальный столик. Есть еще дополнительная такая вот зона отдыха. Это кресло и пуф. И здесь основная стена. Это, собственно, телевизор. Саундбар, коллесная тумба. Все тоже соединено поедино. Потому что тумба выполнена в тех же полностью цветах и столешницей фасады, как и кухня. Также, собственно, те же самые филенки на ящиках. И вот такая вот интересная двая стена. Мне безумно нравятся эти мягкие панели. Они под замшу. Очень приятные на ощупь. И здесь деревянные рейки, которые повторяют тему прихожей. Жилой комплекс Снегирека мы показывали не раз. И я думаю, что все обращали внимание, что здесь очень красивые виды. Очень красивое панорамное остекление во всех квартирах, которые мы делали. Это квартира не исключение. У нас гостиной целых три двери, панорамных пол, стеклянных ведут на открытый балкон. Очень хороший вид. Всего лишь восьмой этаж. Но уже вот такая панорама. Сегодня прекрасная погода. Слегка осенняя. Но и видно, как это здорово все выглядит. Вид, собственно, в сторону поклонной горы. Я в кабинете. Смотрите, у нас двери раздвижные. Помимо того, что они очень красивые, потому что они такого бронзового оттенка шампань, они еще выполнены из стекла стоп-соут. В чем его фишка? Сейчас я встану за дверь, и вы меня не увидите. То есть все, что происходит в рамках кабинета, для вас остается в тайной. Но если мы поменяемся местами, но если мы меняемся местами, и я буду в гостиной, то из кабинета, получается, вы полностью можете просматривать все, что происходит в гостиной. Итак, теперь о самом кабинете. Вот такие вот огромные двери. Они высокие. Они образуют широкий проем. Но при желании их можно полностью открыть, и это помещение станет общим. В кабинете нет окон, поэтому это было очень важно, чтобы, во-первых, и свет проходил через перегородку стеклянную, и, в принципе, не было постоянной необходимости эту комнату закрывать. Только на случай гостей, либо на случай, если нужно поработать в тишине. Что у нас здесь? Здесь у нас действительно совмещенная такая кабинет-гостевая комната. Достаточно большая зона хранения. Это вот такой вот встраиваемый шкаф, где можно хранить все необходимое, в случае, если кто-то остановился. Те же цвета. Серый, коричневый. Все достаточно лаконично. Брутально, я бы даже сказала. Стены здесь покрашены декоративной стукатуркой. Она очень легкая, матовая. Не знаю, видно ли даже на видео, но в жизни смотрится достаточно интересно. Здесь такая красивая встраиваемая витрина. Ну, собственно, это и стеллаж, закрытый частично, и стеклянные витрины, где можно поставить декор. И вот такой диван, выполненный из обивки под замшу, красивого темно-зеленого болотного цвета. Очень мягкий, удобный. И, между прочим, раскладывается в полноценное двуспальное место. За диваном стена, тоже шпанированная, панелями дуба, подсветка. Скажу честно, здесь есть в этой квартире один недоделанный элемент, и он как раз здесь. Подсветка оставлена не случайно, там должен был быть красивый натурный декор. Но пока мы не нашли то, чтобы идеально сюда вписалось. Поэтому все впереди. Ну, и, конечно, это кабинет, поэтому здесь есть небольшая рабочая зона. Это такой вот стол-бюро. Над ним красивые итальянские подвесы. И, в общем, лаконично, вот такой вот стол можно посидеть с ноутбуком или написать письмо, если еще кто-то этим занимается. Для гостей или для тех, кто не знаком с планировкой квартиры, может показаться, что все. Как бы вот она общая зона, вот у нас был санузел, кабинет. Собственно, как будто бы больше комнаты нет. На самом деле, здесь за углом, за кухней у нас есть скрытая дверь, которая идет, собственно, в хозяйскую спальню и там же гардеробная комната. Давайте посмотрим. Небольшая, но очень-очень уютная, очень мягкая подделки, очень приятная спальня. И здесь есть еще своя фишка. Здесь можно наслаждаться прекрасным видом. Здесь есть вот такое удобное кресло, которое было тоже пожеланием нашего заказчика. Кресло-качалка, к нему тоже есть электропривод. Оно поворотное. И можно сидеть в этом прекрасном эркеле и наслаждаться потрясающим видом. А здесь действительно очень даже неплохой. Кстати, шторы у нас тюль обычная, да, то есть ручное управление. А плотные портьеры во всей квартире у нас с электроприводом. Для этого у нас специальная, ну, по крайней мере, в рамках спальни, вот здесь рядом с тумбочками у нас есть выключатель. Можно открывать-закрывать прямо из кровати. И про кровать, собственно. У нас везде вот отделка под замшу. Все-таки, наверное, мужчины любят это, у них отсылка идет к каким-то автомобильным салонам дорогим, кожу замша. Поэтому мы здесь использовали сочетание рогожки, замши, мягкие панели. Все на полутонах, все очень мягко. Тем не менее, немножко добавили такого вот чего-то нервного в этот интерьер. Это стеклянные подвесы над одной стул, чтобы не было совсем уж лаконично. Ну и, конечно, декор. Декор подбирали уже дизайнеры мы, поэтому заказчик в этом не участвовал. Поэтому немножко тут поиграли, добавили принт современный. Зона балкона, да, такая лаунж-зона, она у нас выделена еще и по отделке. Опять те же шпанированные дубовые панели. Но здесь они уже не только на стенах, но еще и полностью на отделке потолка. И в них прорезь под вот такой трек. То есть немножко отделили этот теркер от основной части спальни. Он связан в любом случае, да, то есть обивка кресла повторяет изголовье. Шпон у нас и дальше прослеживается, но тем не менее вот такое вот легкое зонирование. В этой квартире у нас везде скрытый плинтус. Здесь это очень хорошо видно. То есть он у нас не покрашен в цвет стен, он у нас шпанированный, деревянный, полноценный. Но он идет в одной плоскости со стеной. Это отлично сочетается с дверями, которые в скрытом коробе. Не мешает их открыванию, позволяет полностью завершить плинтусом все проемы. Выглядит современно и стильно. Из спальни у нас есть выход в гардеробную комнату. Вот такие вот раздвижные двери в пенал, двустворчатые. И мы попадаем в гардеробную. Она небольшая, но за счет того, что она П-образная, она достаточно функциональная даже для двух взрослых людей. Здесь есть и штанги под хранение с подсветкой, и полочки вот такие с подсветкой. Мне вообще, кстати, очень нравится классические гардеробные, это классно. Но современные, смотрите, тоже могут выглядеть стильно. Когда есть металл, да, в нашем случае это шампань, есть подсветка, то стеклянные полки, они сразу такой добавляют лоск и дороговизну. Есть вот такой вот ящик для аксессуаров с мягким бархатом внутри. Снизу, кстати, можно заглянуть через стекло, у нас там специально для брюк. Хранение, которое выдвигается, можно вешать брюки, то есть это мужская половина скорее. И здесь тоже штанга, тоже ящики, полочки с подсветкой. То есть такая полноценная вместительная гардеробная комната. Продолжение следует... Продолжение следует...